Совсем недавно, 19 апреля нынешнего уже 2018 года, в журнале The Conversation, разговор, диалог в переводе, это австралийский независимый некоммерческий портал, он как бы интернет-ресурс в основном, который претендует на то, что он публикует наиболее глубокие аналитические материалы исследовательских и академических сообществ. То есть не какая-то там понятие «желтая пресса», а академический журнал. Девиз – академическая строгость, журналистское чутье. Вот так вот. И, значит, там вот 19 апреля была опубликована статья, которая называлась «Могут ли Соединенные Штаты победить в Третьей мировой войне, не прибегая к помощи ядерного оружия?» И автор героический, который, значит, написал Дэн Плетч, а это не просто там, а бы какой-то, тоже, понимаете, там с улицы пришел и написал. Значит, он директор Центра международных исследований и дипломатии в Лондонском университете. Еще раз повторяю, директор Центра международных исследований и дипломатии в Лондонском университете, который входит, кстати говоря, в топ, высший в список лучших 25 учебных заведений в Англии. Вот этот автор, значит, ничтожен с умняшностью заявляет. Конечно, может, Россия не переживет быстрый глобальный удар американский. Американская система ПРО вообще непреодолима. А русские, так они просто на грани провала. Ракетоносцы ускорели, устарели, ракеты у них несовершенные. Так что, ну вот просто для примера пишет, чтобы понять, оценить, так сказать, меру компетентности этого героического профессора. Пишет. У американцев сегодня имеется 4000 крылатых ракет «Томагавк», а флот и авиация в настоящее время получают 5000 крылатых ракет увеличенной дальности класса воздуха поверхность «Джасм» с дальностью пуска от 320 до 950 километров. Ну и у них на данный момент только 2000 их. Еще 3000 это еще когда-то, а не потом получат. Ну и вот не смущает нифига, ладно. Это вообще, это мелочь, это мелочь. Дальше. Он пишет. Эти ракеты едва заметны на радарах и предназначены для уничтожения хорошо защищенных объектов, таких как российские шахты для ядерных ракет. Ну, во-первых, насчет того, как они незаметны на радарах и как их невозможно сбить, мы вот как раз в серии 14 апреля посмотрели, как эти замечательные ракеты сбивают советские комплексы, там, 40-летней давности, поставленные на вооружение еще там, не знаю, когда я пешком под стол ходил. Вот. Но как вообще можно говорить, что они предназначены для шахт, для наших шахт, в которых находятся межконтинентальные ракеты? Помните, мы с вами как-то рассматривали, да ни одна из этих ракет, даже Томагавк со своей дальностью там в 2000 километров не долетит до Сибири, до нашей. Ну, не долетит. Откуда он должен запустить эти свои ракеты, чтобы поразить шахты наши, которые в Сибири находятся? Не говоря о том, что он будет лететь эти 2000 километров, будет там 2,5 часа лететь. За это время его можно 10 раз обнаружить, просчитать траекторию, подготовиться к тому, чтобы его встретить. А Россия, дальше пишет этот профессор, да, кислых щей, не имеет ничего сопоставимого по качеству и не может создать угрозы континентальной части США. Это водоемные. Ну, вот мы в Сирии ракеты Х-101 применяли. Авиационное базирование с наших стратегов Сту-160, Сту-195. Ракеты летят в обычном оснащении на дальность 4000 километров. Путин об этом публично заявлял. Зарекомендовали себя прекрасно в Сирии. Не слышал об этом профессор? Ничего. Ничего не слышал. Про калибры. Ну, уж про калибры-то, может быть, слышал все-таки что-то? Калибры на атомных подводных лодках. И ракеты Х-101, которые на вооружении находятся в нашей стратегической дальней авиации. И калибры, которые имеют дальность в обычном снаряжении, более полутора тысяч километров. Они могут достигать континентальной территории Соединенных Штатов Америки. Потому что пусковые районы для, скажем, Х-101 находятся над Северным полюсом. И оттуда очень хорошо долетает он. В ядерном варианте вообще он имеет дальность 5,5 тысяч километров. Точно так же, как и подводная лодка, она для того и предназначена, чтобы скрытно занять позицию где-нибудь, я не знаю, на расстоянии тысячи километров от побережья Американского. И поражать ракетами цели. Ему это в голову даже не приходит. Понимаете? Американское руководство имеет все основания считать, что ему удастся уничтожить российские ядерные силы посредством сокрушительного неядерного удара. Такая концепция заложена в программу мгновенного, мы ее называли быстрого глобального удара, которая была принята еще Бушем-младшим и продолжала развиваться при Обаме. Вот этот профессор, да, он считает, что если Буш-младший что-то принял, а Обама продолжил, то это уже все точно, это уже все есть. То есть он не знает, что у американцев нету никакого оружия быстрого глобального удара. Суть, пишет он, заключается в том, чтобы в срок менее 60 минут нанести удар по любой точке на земле с применением неядерного оружия. Ну нету американцев таких средств. Нету. И мы с вами подробно не раз об этом говорили. Единственное, если на ядерные, на межконтинентальные баллистические ракеты поставить неядерные боеголовки. Но применять их нельзя будет против России, потому что Россия же не знает, какая боеголовка на этой ракете. Если наши компьютеры, наши спутники зафиксируют пуск баллистических ракет по нашей территории с американской, то ответ будет однозначный. Это будет ответ на встречный ядерный удар. Это тоже профессору в голову нифига не приходит. Ну и там много всяких. Но вот еще один первый меня просто поразил, он пишет. «Значительная часть ядерных сил России состоит из ракет, перевозимых по железной дороге». О как! Ну, ладно, профессор вообще не знает, что это называется боевые железнодорожные ракетные комплексы. Пишет, что можно подумать, что эти ракеты там где-нибудь на платформах открытых везут по железной дороге. Ну ладно, бог с ним, не знает он это. Ну, елки-палки, ну как можно не знать, что был в Советском Союзе боевые железнодорожные ракетные комплексы «Молодец». Но он 15 лет назад уже снят с вооружения. Нет у нас, вообще нету на сегодняшний день никаких ракет, которые перевозят по железной дороге. Спроектировали Баргузин, новое поколение этого комплекса. Но потом посмотрели, так сказать, и сочли его избыточным. Решили, что для того, чтобы обеспечить те цели и задачи, которые перед нашими стратегическими ядерными силами стоят, достаточно других средств, которые более дешевы и тем не менее эффективны. Ну ладно, в общем, долго об этом можно говорить. Действительно, тут не поймешь, смеяться или плакать. Самая-то беда в том заключается, что он искренне верит в то, что он пишет. И вот этот вот, так сказать, экспертный класс, это экспертное сообщество, ведь они же такую же экспертизу для своих политиков делают. А эти политики потом на основании доклада вот таких экспертов принимают важные политические решения. Не знаю, ну нет слов, нет слов. Во всяком случае, цензурных точно нет. Продолжение следует...